Сейчас будет вещь еще более страшная, чем ВИИ. Мы опустим телефон в воду, а потом будем спасать его от Влади. Итак, Антон, начинай. Подожди, четкие инструкции есть. Я знаю, что нужно срочно вынимать аккумулятор. Подожди, сначала же он еще не мокрый. Ну, то, что нужно сделать оперативно. Да, самое первое, нужно извлечь аккумулятор. Извлечь аккумулятор. Но сначала, вернее, сразу отключить. Более того, самое главное, быстро достать из воды. Это первое. Быстро достать из воды. Подожди, ну давай, это работает. Экран горит? Экран работает, вот все светится. Ты случайно уронил телефон в воду. Что делать? Меню можно разблокировать, вот. И вы как будто бы... Сейчас, отойди в сторонку, я буду плескаться здесь. Да, вы разговариваете по телефону. И вдруг телефон неожиданно так вот холобысь и выскользнул. В общем, первое, нужно быстро достать. Второе, быстро отключить, отключить сразу. Сначала отключить. Так, отключаем. Отключить, нажимай на карачник. О, он сам уже отключился. Тогда вынимай аккумулятор. Молодец, телефон помогает нам. Сам отключился тут же. Так. Так, отличи, отлично. Выключил. Следующее, извлечь батарею. Вот слушай, это реально скользко, когда мокро. Что делать? Извлечь батарею. Есть ногти у тебя? Нет. Нож. Салфеткой, может, протереть кусочек. Извлечь батарею. Тихо, мы его теряем. Да, мы уже потеряли. Это чей телефон? Есть. Извлекли батарею. Дарья, аккуратно протрите телефон и его детали бумажным полотенцем или мягкой тканью. Протираем салфетками. Ну, это маленькие бумажные полотенца. Совершенно верно. Извлеките сим-карту. Следующий шаг. После протирания? Да. Так, симочка, симочка, иди ко мне, моя родная. Ага, извлекли сим-карту. Ага. Так, она тоже должна высохнуть, до тех пор, пока не высохнула, и телефон не будет готов к использованию, ее не надо туда помещать. Дарья, нужно отключить и снять все периферийные устройства. Наушники, карты памяти, а также все, что может закупоривать зазоры, щели, трещины. Когда в рис-то бросать уже. Не анонсируй. Если у вас под рукой пылесос, далее пишет нам автор этого инструкции, то используйте его, чтобы выдуть воду. На выдув нужно его включать. Нет, на... Нужно высосать воду. Так. Ну, нужно где динамик, наверное. Да, я думаю, нужно где вот эти все микросхемы. Отлично. Слушайте, ну я... Нужно продуть каждую деталь телефона в течение 20 минут, так пишет автор инструкции. При этом телефон нужно со всех сторон обдувать и сушить. Самое главное, где клавиши, наверное. Я... Я не... Ой. Все. А ну-ка убери руку, давай посмотрим. Он присосался или нет? Да, он присосался. А убери руки. О! Так, можно дальше пока работать. Это хранс-фри, Ромка. Это просто по-другому, да, вот так вот смотри. Алло. Экранчиком. Это когда он сухой работает, это, кстати, очень удобно. Да. Алло, здравствуйте. Алло, да. Я вас не слышу. Я вам перезвоню. Я пылесошу. Так вот, Антон, на самом деле, о чем нам говорит эта инструкция? Ни в коем случае нельзя использовать фен, даже на щадящем режиме. Потому что фен дует из себя, и таким образом он может задуть флагу внутрь микросхемы, внутрь поверхность телефона. Угу. Представляешь? Никогда бы не подумал. Себя надо. То есть надо пылесосом высасывать воду. Если нет пылесоса, то нужно делать так. Да. 20 минут с каждой деталью. Ну, это еще и прокачивает губы. Отлично. Ну что ж, если ничего не помогает, то можно высушить телефон, погрузив его в пакет с сухим рисом. Ну, наконец-то. Вот эту тему я слышал. Все. Давайте еще раз покажем. Где телефон? Смотри, да. А у нас есть грустная музыка. Потому что, надеюсь, мы сейчас его не хороним. Не хороним в рисе. Но выглядит это примерно так. Выкопали я. Выглядит это еще более интересно, потому что держать телефона в контейнере с рисом надо не менее двух-трех дней, Антон. Два-три дня. Телефон сушится, но нужно его периодически время от времени переворачивать. Роман, он был хорошим другом и верным товарищем. Мы очень много времени проводили вместе. Очень часто мы вместе с ним играли в футбол, в змейку, в тетрис. Прошло три дня. Так. Мы достаем телефон из риса и включаем его. Сейчас, подожди. Откопаем. Но знаете, вот в чем нюанс? Ну, если на поверхности, Антон, собралась влага, то нужно его вновь сушить бумажными полотенцами или обдуть пылесосом. Да влаги нет. Тут собралась пыль рисовая. Вот этот вот порошок, я не знаю, насколько это приятно для внутренности мобильного устройства. У нас же есть пылесос. Да, Ромка, давно не пылесосим, сразу видно. Давай. Сейчас всю пыль выдуем. Рисовая пыль отлично поддается пылесосу. Вот клавиатура, будьте аккуратны, потому что вот реально, вы сейчас, может быть, этот момент не заметили, но когда мы именно клавиатурой приложились к трубе пылесоса, он ее чуть с мясом не вытрал. Попачки повылетали немножко. Ну, чуть. Ну, давай включим, посмотрим, удался ли наш эксперимент. Да, на самом деле это, получается, скрытая реклама старых кнопочных ног. Ну, вообще, по истечении как минимум 24 часов надо убеждаться, что телефон заработал. То есть в течение 24 часов ты будешь без связи? Да, будешь телефон в рейсе. Главное в это время не начать готовить плов твоей жене. Так, ну, давай. Иначе будет плов с говядиной и телефоном. Я нажимаю кнопку. Давай. Показывай на камеру. Та-дам! Работал? Ба! А? Вот это да! Запустить телефон без сим-карты? Подтвердить, подожди, может там экран какой-нибудь расплывет сейчас. Подтвердить, все. Чувствуете? А? А был бы... Он запел. А был бы какой-нибудь смартфончик? Слушай... Тысяч за 50-60. Вряд ли бы выкарабкался. Я думаю, все видели, что этот телефон плавал в тарелке с водой. И мы не забудем... Нет, на самом деле, сейчас может кто-то подумает, что у вас в рейсе закопан другой. Другой телефон. Мы достали просто. Нет, здесь ничего нет абсолютно. Это тот же самый телефон, который мы... Слушай, это действительно работает. Давайте дальше проверять смартфоны. Давай твой. Давай. Готов? Ну, пока продолжаем нашу программу, а... Давай, давай. Упадет. Давай бросим на себя.